В минувшую субботу состоялась городская военно-спортивная игра «Будущее России». Ее провели в целях подготовки юношей к защите Отечества и службе в вооруженных силах Российской Федерации, пропаганда активного и здорового образа жизни, а также популяризации военно-прикладных видов спорта среди молодежи. На территории региона такие соревнования проходят впервые. Директор Центроподвиг Роман Кирпичников рассказал вечернему Магадану, почему решили провести их и чья это была идея. Эта задумка витала, скажем так, в воздухе с 2018 года, когда мы проводили мероприятия, посвященные 40-летию нашего центра. То есть в 2019 году у нас не получилось из-за погодных условий, в 2020 году в связи с пандемией. И в этом году, наконец, мы вернулись к организации этой игры. То есть за это время уже подготовлена была материальная база и место проведения. Основным организатором является управление по делам молодежи и связям с общественностью мэрии города Магадана, а также Центроподвиг. В этих соревнованиях было пять этапов. Фотоохота, сборка и разборка автомата Калашникова, практическая стрельба, оказание первой медицинской помощи и марш-бросок. Организаторы создали такую обстановку, которая максимально напоминает военно-полевые условия. Кроме этого, на прилегающей территории была организована работа полевой кухни. Участники мероприятия смогли отведать настоящие армейской каши и согреться горячим чаем. Что касается награждения, то победители получили дипломы, кубки и поощрительные призы, которые были закуплены при поддержке мэрии областного центра. Продолжение следует...